Приветствую всех на своем канале. Рада вас снова увидеть. Сегодня мы посмотрим расклад, который называется «Ваши таланты и способности». Вопросы к этому раскладу взяты из дневника моих бывших учителей и наставников Шучалиной и Рочевой. Рочевой и Шучалиной. Когда-то, когда я закончила обучение, для меня этот дневник был прям огромной помощью. Когда не знаешь, какой сделать расклад, а тут тебе предлагается готовость с вопросами. Это очень удобно, особенно когда не умеешь, для начинающих тарологов, когда еще нет этого навыка и умения задавать вопросы. У меня, кстати, тоже есть такой дневник. Если вы перейдете по ссылке «Мои услуги» в описании к этому ролику, то увидите, что у меня тоже есть такой аналогичный дневник, который помогает начинающим тарологам. Вообще, тарологам брать идеи. Потому что идеи для расклада берутся не только из названия темы, но и непосредственно из самих вопросов. Кому интересно, пишите либо в Телеграм, либо на почту, если вам интересно приобрести. А мы с вами сегодня посмотрим этот расклад на три позиции. Я взяла несколько вопросов, там было в два раза больше, но вот в силу времени, когда делаешь расклады по позициям, много вопросов не получается задавать. Поэтому вынужден либо делать на одну позицию, либо брать некоторые вопросы и делать на три. Вот сегодня я решила сделать на три, хотя изначально хотела сделать на одну. Ну, выбирайте. Первая, вторая, третья, голубой, красный, зеленый камешек. Тайм-коды есть в описании. Либо, если вы наведете курсор на линию воспроизведения, там есть главы. То есть они выделяются, где начинается и где кончается позиция. Можно посмотреть. Так, надеюсь, вы определились и давайте мы с вами приступим. Позиция номер один. Голубенький камешек. Смотрим, какими талантами и способностями вы обладаете. Аркан-колесницы, концентрация. Сразу мне приходит на ум, это вот концентрация, умение фокусироваться на поставленной вами цели. Во-первых, вы умеете ставить для себя цели, умеете находить в них какую-то ценность, важность для себя, для того, чтобы не сбиться с пути и достигать. То есть вы тот человек, который достигает всегда поставленные цели. Второй вопрос, что вы не всегда ставите эти цели, потому что вы как-то для себя понимаете, что если я что-то захотела, если я поставил какой-то цель, я должен обязательно довести дело до конца и получить тот результат, за которым я иду. То есть на меньшее я не согласен. Здесь человек с очень большой внутренней силой и умением концентрироваться, фокусироваться, особенно если вы сосредоточены на каком-то своем деле. То есть если чем-то занимаетесь, вы умеете быть внимательны, вы умеете быть сфокусированы. Также по аркану колесницы я могу сказать, что вы можете быть даже и гибкими, да, то есть лавировать. Вы не тот человек, который будет ломиться на пролом на достижение своей цели. Вы выберете для себя более комфортный, но при этом такой вот путь немножко не напрямую, а какой-то вот зигзагообразный, знаете, вот это вот умение лавировать между трудностями, да, как змейка. Такое продвижение, и вам в нем комфортно. Какие еще у вас есть таланты? Человека, который, знаете, любит пробовать много разных каких-то вещей, я не знаю, каких-то ситуаций. То есть вы тот человек, у которого в голове есть такое некое разнообразие, да, то есть вы не зациклены на чем-то одном. Но иногда у вас наступает такой период, когда вы готовы рассматривать ей, возможно, другую точку зрения. Такое бывает не всегда, да, но вот иногда, особенно если вы прокачаны, вы можете как-то справляться со своим эгоизмом, да, то есть ставить его в сторонку на пути достижения того, чего вы хотите. Здесь я не скажу, что вы подвижный человек, да, хотя аркан колесницы говорит у нас о движении. Я бы сказала наоборот, вы тот человек, который как-то вот, знаете, умеете соединять абсолютно разные вещи. Они могут быть как противоположные, так просто не схожие между собой. Что еще по арканам? Мне кажется, что-то такое, была какая-то информация, она убежала, я его время не сказала, бывает иногда так, крутится-крутится. Ладно, в свой вес скажу, смотрим еще, какие у вас есть таланты и способности. Ну, вы очень такой легкий человек, я не скажу, что вы общительный, либо вот у вас вот это вот качество коммуникации развито. И вы как-то, знаете, на грани, да, то есть вы и не коммуникабельный слишком прям вот такой, и в то же время вы не совсем закрытый человек. Где-то золотая середина присутствует, но вы умеете, знаете, придавать общению какую-то легкость, да, то есть вы тот человек, который может общаться и разговаривать абсолютно на разные темы. То есть с вами, например, в компании очень легко вы создаете вот эту вот легкость, некую такую поверхность, да, здесь вот ощущение, что в колесничьем, что в тройке кубков присутствует какая-то, некая такая легкомысленная, что ли, поверхностность. Но это вот какое-то внешнее впечатление. На самом деле вы намного глубже человек, да, нежели транслируете. Ну, еще какая у вас есть способность, ну, то, что я и сказала, да, транслируете, выпадает аркан суда. Человек на самом деле семейный, хотя ваша семейность, она какая-то не совсем традиционная, что ли. То есть вы не приверженец каких-то традиций, но вот понимание и ценности семьи у вас присутствует. Вы умеете как-то, знаете, очень красиво переходить на другой уровень своего развития. Причем это случается тогда, вот как раз-таки, вот вспомнила, что хотела сказать, по органу колесницы. Вы как-то оставляете какие-то вещи как будто бы на самотек, но вот когда вам нужно, да, необходимо, как-то вот вы их доводите до крайности, а потом до какого-то предела. А потом вдруг неожиданно совершаете какой-то прорыв, да. Вот вы и очень сильно влияете на умы и на сознание других людей, да. То есть вот именно в своем вот этом вот прорыве. Вы умеете показать людям, не знаю, какую-то легкость, какую-то красоту. И при этом вот как-то очень просто перейти с одного уровня на другой. У вас очень хорошая память, сразу могу сказать. Может быть, даже и фотографическая память. Вы вообще все, что связано с прошлым, да, возможно, вы не очень любите историю, как вариант. Но вот все, что связано с прошлым, оно вот как будто бы имеет на вас, не знаю, какой-то отпечаток, какое-то влияние. Вы умеете перерождаться. Здесь не про феникса, здесь не про то, что вот человек преодолевает какие-то трудности, нет. Здесь как будто бы, знаете, тот человек, который молчит, 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 потом гоп и взорвался. И вот в момент, когда он взорвался, что-то произошло в его жизни. Здесь что-то такое. Но умения, вот здесь ваши способности, они связаны с интеллектуальным, с какой-то интеллектуальной вашей сферой. Здесь какое-то вот, может быть, гипнотическое даже какое-то влияние вы имеете, не знаю, психологическое, психотерапевтическое на умы людей. У меня такое ощущение, что, возможно, вы хорошо ладите и с детьми, с маленькими. Так, это были ваши способности. Давайте теперь посмотрим, в чем ваша сила. В умении двигаться, двигаться вперед. Вот как раз таки то, что я и говорила, по аркану колесницы, да, здесь тоже это проходит. То есть ваша сила в том, когда вы оставляете что-то позади. То есть здесь как будто, знаете, умеете вовремя сбросить то, что вам уже не нужно. Причем здесь такой удивительный момент, вы как-то для чего-то накапливаете все из вашего прошлого, тащите, тащите. А потом в какой-то момент вы не отрезаете, вы просто резко сбрасываете, да, и идете обновленными вперед. Вот в этом ваша сила, когда вы продолжаете двигаться, невзирая ни на что. Только вот я не совсем понимаю, зачем вам накапливать, 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 чтобы потом от этого отказываться. То есть такое вот ощущение, что идет человек, у него есть мешок за спиной. И он в этот мешок складывает абсолютно все, что он видит на своем пути. Там, я не знаю, увидел гвоздик, бросил туда, увидел камешек, бросил, увидел перышко, то есть тоже бросил. Такое ощущение, знаете, вот собираете, собираете. У меня возникает вопрос, для чего вы это собираете, то есть для чего накапливать, потому что в какой-то момент он понимает, что мешок стал тяжелым, вы его выбрасываете, идете дальше налегке. И до какого-то определенного момента потом опять начинаете ту же самую модель, то есть накапливание. Вот я не совсем понимаю, зачем вам нужно накапливание, но вопрос все-таки заключался в том, в чем ваша сила? Ваша сила в движении. Причем не просто в движении, а именно в умении избавляться от каких-то своих старых взглядов, возможно, возможно, убеждений, может быть, от каких-то сомнений, страхов. То есть здесь какие-то мыслительные процессы, то есть все, что связано с мыслями. Вы умеете от этого отказываться и двигаться вперед. Здесь ваша сила, она как раз-таки в обучении. То есть здесь, может быть, вы у кого-то учитесь, либо вы являетесь наставником и в обучении. То есть когда вы передаете какие-то знания, либо наоборот, когда вы принимаете какие-то знания, причем здесь знания, они как будто бы идут, я не знаю, вот больше в онлайн формате, нежели в оффлайн. Может быть, через какую-то переписку. Причем это не обязательно будет знание, там, я не знаю, с наставником в прямом понимании, да. А вот вы как будто бы умеете учиться. Учиться у разных людей, да, при взаимодействии с ними. Вот это вот, ваша сила, это желание двигаться и в получении, либо в передаче знаний. Есть ли еще что-то, в чем является ваша сила? Вот ту же эзот. Ваши энергии, вашей вере, вашей жизненной силе, да, я бы сказала, какой-то вот такой, некого жизнелюбия, что ли. В ваших амбициях, неважно, вы их реализуете или нет, но вы по своей натуре человек достаточно такой амбициозный, как минимум в своей голове, да. То есть человек, у которого есть вот эта вот внутренняя искра. Вы не скучный человек, вы можете, еще раз скажу, не вести очень активный образ жизни, да, очень такой яркий и насыщенный. Но при этом есть вот у вас какая-то, не знаю, вот эта вот фишка, уникальность, да, от которой вы все равно будете выделяться. То есть даже, может быть, в своей обыденности, да, в своей какой-то бытовой жизни вы все равно выделяетесь, я не знаю, может быть, улыбкой, может быть, позитивом, может быть, какими-то своими надеждами, но однозначенной яркостью. То есть ваша сила в бесконечном движении и в желаниях, да, вот ваше желание, вот я хочу что-то, они именно вами управляют, они дают вам мотивацию, они дают вам вот эту вот надежду и смысл, ради чего, возможно, вы живете. Следующий вопрос. Для чего вам даны вот эти ваши таланты? Королева кубков. Интересный момент такой, знаете, для проживания, скорее всего, вот этих своих эмоций, хочется сказать, для того, чтобы раскрыть какие-то, раскрыть свою чувствительную сторону, да, то есть вы слишком интеллектуальны, и я не говорю о том, что вы не способны чувствовать, но здесь вот, скорее всего, по каким-то непонятным причинам здесь необходимо именно раскрываться в эмоциональности, то есть для вас важно научиться любить, важно научиться проживать эту жизнь, да, в этом мире через состояние, то есть почему-то больше акценты делается на эмоциональную составляющую. Еще для чего вам даны эти таланты? Ну, Аркан Мира, да, тоже говорит о том, что вот вам необходимо как раз-таки двигаться дальше, да, завершение, завершение одного цикла и начало чего-то нового. В этом есть вот это вот ваше движение, да, но, то есть вы как будто бы, знаете, сами идете, как некий такой мотиватор, только здесь мотиватор не в плане лидера, да, хотя у вас тоже есть эти качества. Здесь неявно выраженный лидер, и вам не нужны напрямую какие-то лидерские качества. Еще раз скажу, они у вас как будто бы есть, но вам не совсем нужно ими пользоваться, у вас есть какой-то другой способ для того, чтобы вести людей, для того, чтобы расширять, да, вот какие-то свои собственные рамки и на своем собственном примере показывать другим людям, да, то есть как можно жить по-другому, какие другие опции существуют, да, какие другие мнения существуют, какие другие знания существуют. То есть вот как-то через то, что вы проживаете сами на своем собственном опыте, да, что-то вот узнаете именно через эмоции, не через голову, потому что интеллект, я уже сказала, вас очень хорошо развит, вам не нужно его развивать, вам нужно развивать больше эмоциональную сторону свою. И умение, вот знаете, видеть, видеть что-то новое. То есть здесь так интересно, в вашей обыденной жизни вам все время надо себя вытаскивать из иллюзий, да, и находиться в реальности. А для этого надо выходить в своей голове из автоматизмов. Ну, то есть привыкли, что вот дверь с той стороны находится, она вот такой формы, такого цвета. То есть когда-то на это обратили внимание и все. Но мы как будто бы не замечаем, что, я не знаю, может быть грязь появится, может быть там, я не знаю, ручка немножечко неровно стоит, да, то есть изменение происходит. Но вот в нашей голове вот это вот запечатлился кадр, и он не какой-то вот замороженный, неподвижный. И наша задача все время замечается, то есть быть включенным, когда мы сосредотачиваемся, да, то, что я говорила ранее, когда мы сосредотачиваемся на чем-то, да, чтобы заметить что-то новое. То есть мы полностью свою энергию отправляем туда, куда у нас идет фокус, да, на чем мы сконцентрированы. И таким образом мы проживаем эту жизнь. Но вам недостаточно быть фокусированным, вам нужно еще и эмоции включать. Здесь такой очень достаточно многогранный опыт людей, которые, ну давайте так скажем, выше среднестатистического уровня, то есть то, чем вы интересуетесь, обычно общая масса людей не интересуется. Но у вас вот такой опыт, да, то есть вы познаете как будто бы мир, и через свои собственные познания, да, вы как-то вот делитесь с другими людьми. Еще раз скажу, может быть не напрямую, но как минимум вы становитесь примером для них. Иногда вы даже этого не осознаете. Как вам необходимо применять ваши таланты? Ну, здесь, знаете, хочется сказать в коммуникации, в коммуникации, общении. Разговаривать, да, причем разговаривать таким образом, чтобы это приносило вам удовольствие. Здесь не должно быть такого понятия, как, знаете, как учитель, да, который, даже если это учительство будет, то в любом случае оно должно вам приносить удовольствие. То есть вот когда вы используете свои таланты, свои способности, ваша задача получать от этого удовольствие. Помните, у нас здесь выпадала королева кубка, в которой краски говорит про эмоциональную составляющую. То есть неважно в каком формате, да, как вы это будете делать, либо что вы будете. То есть главное, чтобы в этом вы ощущали себя комфортно, безопасно, и вам это нравилось. Вот это вот очень важная составляющая, когда вы получаете удовлетворение. То есть если вы то же самое говорите, например, без удовольствия, ну, просто так надо. Не знаю, может быть, вы какой-нибудь спикер, и вас пригласили где-то вещать, а вы от этого не получаете удовольствие, да, то есть вам вот этого делать не надо. То есть ваша задача не быть для кого-то учителем, там, гуру примером, а ваша задача – получать удовольствие от процесса, в котором вы находитесь, в данном случае в коммуникации. То есть получать удовольствие от результата, если у вас есть клиентская база, да, от роста, который получают ваши клиенты. Здесь об этом. Запуталась я в вопросах, ну, ладно, смотрим дальше, как вам. Насколько ваши способности в вас раскрыты? Насколько раскрыты в вас ваши способности? Так вот, подвину. Насколько вас раскрыты ваши способности? Здесь такое ощущение, что на данный момент они как будто, вы знаете, находятся в какой-то стабильности, да, то есть нету полного раскрытия. Нету полного раскрытия, здесь как будто бы остановилось. То есть, ну, на начальном, давайте так я скажу, на начальном этапе, как ни странно, если кто-то может сказать, что вот я уже давно там практикую, либо этим занимаюсь, Паш Кубков говорит о начальной стадии, да, о том, когда вы только вот интересуетесь непосредственно своим эмоциональным состоянием. Да, то есть здесь вы как будто бы еще не совсем понимаете природу своих состояний, природу своих эмоций, откуда они появляются, да, что этому предшествует, для чего. То есть здесь вот как будто бы вы еще не владеете своим эмоциональным фоном. Поэтому, поскольку вы себя еще пока не знаете, да, то раскрыть как-то свои способности пока у вас не получается, что вам нужно сделать, чтобы их развить. Вам не хватает воодушевления, да, помните, вот здесь вот где у нас там была девятка Кубка, вот девятка Кубка, когда я говорила, что вам прям вот жизненно необходимо получать удовольствие, вот чтобы вас это наполняло, чтобы то, чем вы занимаетесь, здесь не про любовь к делу, а здесь вот именно наполненность эмоциональная, чтобы то вам хорошо было. Поэтому как вам развить ваши способности? Карта говорит о том, что вам вот необходимо больше верить, больше верить, больше как-то желать, надеяться. Ваши желания для вас являлись, да, вот здесь вот мы видели по тузу жезлов, являлись для вас некой такой мотивацией, да, идеей вашей, то есть вам необходимо больше, не знаю, как-то свои идеи реализовывать, да, пробовать. Здесь ощущается энергия какого-то вот застоя, что как будто бы ничего особо не происходит. Вот я добился достиг какого-то определенного уровня, и дальше я не двигаюсь. То есть воодушевление, вера, ну вот то, что я спросила, да, как еще их развить, перестать держаться, задержаться за свои какие-то былые успехи, перестать разочаровываться бесконечно. В чем вы тут разочаровываетесь? Вот как-то в финансовой стороне. А здесь, знаете, так интересно, вы как будто бы хотите на своих способностях зарабатывать, да, вот монетизировать, и когда вы не получаете необходимые вам суммы денег за свои таланты, вы начинаете разочаровываться в себе. Что вот как будто бы в талантах, да, дело, что вот как-то, не знаю, недостаточно раскрыты, либо что-то я делаю не так. Вам не нужно привязываться к финансовой стороне. Вам, еще раз скажу, вам важен вот это вот, вот это вот движуха внутренняя, да, от удовольствия, когда вы занимаетесь тем, о чем я говорила ранее. Вот вы должны от этого получать удовольствие. А вы почему-то это привязываете к какой-то стабильности, да. Здесь такое ощущение, что вы хотите, чтобы стабильно было все, я не знаю, ровно, ровно. Вот почему-то для вас стабильность важна в этом вопросе. Используете ли вы свои способности в настоящее время? Двойка кубков. Я уточню. Вы, скорее всего, больше думаете, нежели используете, как-то вот себе представляете. Здесь вам, вы хотите найти какой-то вот внутренний баланс и гармонию от того, вы как будто бы знаете здесь ощущение, что вы ориентированы на внешний мир. А вам здесь говорят, наоборот, по девятке кубков о том, что нужно ориентироваться на внутреннее состояние. И вот вы как будто бы ищете вот эту гармонию, этот баланс, как сделать так, чтобы мне было от этого хорошо, и почему-то вот чтобы и деньги были, да. То есть вот какая-то здесь либо выгода, да, если это не деньги, была бы какая-то выгода, да. Были бы какие-то профиты. То есть вот здесь вот для вас это очень важно. И вы думаете очень много на том, как использовать свои таланты. Но при этом, знаете, здесь вы как будто бы не хотите выходить за пределы своих собственных рамок дозволенности. То есть вы как будто бы себе не разрешаете сделать что-то, чего вы ранее не делали. Хорошо. Каким образом вы используете вот эти вот свои таланты? Основываясь исключительно на свою интуицию. И как-то, знаете, здесь она циклично как будто бы идет. Может быть, зависит от вашего настроения. То есть если вы в хорошем настроении, то вы используете. Если нет, то нет. Не совсем у вас понимание есть. Здесь есть какой-то вот внутренний, я не знаю, голос, что ли, интуиция, которая вам говорит, вот сейчас это надо делать, да, и вы делаете. А если он молчит, то вы не делаете. Вы как будто бы... Здесь не вы решаете, а что-то внутри вас как будто бы решает. Когда и как. Еще каким образом. Ну, очень много ждете, да. Очень много ждете. Не знаю, причем, знаете, ждете какого-то одобрения, что ли, какого-то признания. Здесь не совсем верная позиция. Луна – это вот какое-то туманное, что-то такое мутное и не совсем ясное понимание. Вы сами не знаете, как вы используете свои таланты. Давайте даже так скажу. То есть, возможно, у вас и нету этого понимания. А возможно, наоборот, вы ожидаете некого такого признания, одобрения. То есть, когда оно существует, тогда я вот как-то радуюсь, да, и что-то делаю. Здесь есть очень привязанность к внешнему миру. Я уже говорила об этом, но все равно повторюсь еще раз. Что вы получите, если будете игнорировать свои таланты? Аркан смерти. Ну, смотрите, в любом случае изменения будут в вашей жизни. Изменения будут в вашей жизни. Что вы получите, если будете их игнорировать? Знаете, ничего такого негативного я не вижу, чтобы было. Но мне кажется, вот как жили, так и будете жить. Больше как будто бы будете сомневаться, да, больше будет некая такая неуверенность. Но сказать, что что-то такое негативное будет. Нет, вы будете продолжать быть. Нет, позитивные карты все выпадают. Девятка пендаклей, десятка кубков. Говорящая как раз о том, что даже если вы не будете использовать свои таланты, вы все равно придете к целостности. Вы все равно придете вот в десятке кубков к наполненности, да. Что, в принципе, достаточно близко королеве кубков. Вот. Будете, то есть давайте так подытожу и скажу. Будете вы использовать свои таланты? Не будете вы использовать свои таланты? Это не столь важно. То, чему вы должны научиться, то, что вы должны сделать, вы это все равно, вы все равно к этому придете. Вот здесь как-то так. Странно немножечко для меня, да, как ответ, но что увидела, то и сказала. Это у нас с вами была первая позиция. Так, соберу сейчас карты. А мы с вами перейдем к позиции номер два. К красненькому камешку двоечки. Давайте будем смотреть вас. Какими талантами и способностями вы обладаете. Посмотрим, что нам скажут карты. Какими талантами вы обладаете. Арканы мира. Умение, во-первых, соединяться с высшими силами, да, умение быть в потоке, умение быть, как-то вот чувствовать этот мир, да, и находить единение с этим миром. Умение, умение двигаться. Вот интересно, да, когда захотите, вы как будто бы умеете выходить за пределы своих границ. Умение шагать в новое. Здесь может быть даже дипломатические какие-то способности, да, миротворческие способности у вас, да, как-то вот примерять людей между собой. Уметь очень гибко и лояльно относиться к людям, да, и вот как-то приносить, ну, вот как-то дипломат, да, здесь вот проходит по аркану мира. Переводчики, да, возможно, вы знаете несколько языков, да, это тоже является вашей способностью. Еще какие способности у вас есть. Вот, вроде помешало колоду, а арканы одни и те же власть, да, причем, смотрите, великие арканы, аркан суда. Здесь ваши способности, они связаны непосредственно с тонким планом и с высшими силами, да, здесь вот вы как-то очень ярко проявленный, проявленный какой-то вот божественный план, не знаю. Может быть, вы, не знаю, как-то умеете молиться, либо договариваться с высшими силами, да, и получать вот то, что вам необходимо, да, в том числе и подсказки, поддержку, защиту какую-то, да. Что еще? Ага, вот видите, три великих аркана выпало. И аркан луны. Ну, ваши способности, вот я говорю с тонким планом, да, возможно, они связаны как-то с сновидением, возможно, они связаны как-то с видоизмененным состоянием, да, то есть вы умеете входить в это видоизмененное состояние, вы как будто бы умеете проживать в двух мирах, вот так скажу, в нашем земном и в более тонком. Интуиция у вас хорошо развита, да, вот эти вот женские мягкие какие-то качества, качество принятия, пассивности, да, восприимчивости тоже. Вот здесь про это. Смотрим, в чем ваша сила. В стабильности, возможно, в медлительности, возможно, здесь в терпеливости, да, то есть вы человек, который достаточно терпеливый, знаете, может очень долгое-долгое время идти к своим целям, вот, и при этом как-то вот, ну, не знаю, не жаловаться. Ваша сила может быть в вашем труде, то есть в этот труд вам приносят, причем труд ручной. Ручная здесь какая-то работа, которая приносит вам удовольствие, как-то вас, может быть, успокаивает. В чем еще ваша сила? Ваша сила в двойке кубков. Вот именно тогда, когда вы находитесь в гармоничном состоянии с самим собой, когда нету каких-то сомнений, нету претензий к самому себе, да, когда вот вам все в себе, и, как следствие, во внешнем мире вас все устраивает, вас все удовлетворяет. Вот в таком расслабленном состоянии, я же говорю, у вас, ваша способность, она связана с видоизмененным каким-то состоянием. Возможно, я не знаю, входите в некий транс. Возможно, если вы занимаетесь танцами, то ваши танцы, они как-то вот завораживают. Да, вот здесь что-то такое гипнотическое, может быть, то, как вы, не знаю, у вас очень хорошо развита гибкость, пластичность. Вот вы, когда начинаете двигаться, ваше тело двигается, передвигается, вот оно какое-то такое, знаете, гипнотизирующее состояние вызывает в умах других людей. Поэтому ваша сила, это вот в дружбе, возможно, да, в том, когда вы обретаете человека, единомышленника, либо люди, которые вас окружают, если они с вами на одной волне. Но, как правило, это вот ваше внутреннее состояние, да, когда нет конфликтов, ссор, каких-то обид. Вот, в этом вот ваша сила. Когда на душе спокойно. Для чего вам даны ваши таланты? Ну, вы маг для того, чтобы создавать ту реальность, которая вот вам необходима, да, для того, чтобы реализовывать свои желания. Возможно, управлять людьми, но здесь больше что-то такое личное, личное для вас. Может быть, создавать что-то красивое для людей, да, это может быть через слова, да, то есть это говорить. Понимаете, вот умение, как мы говорим, ораторское мастерство, умение красиво, четко говорить, возможно, вот вы работаете с речью, да, может быть, вы логопед, к примеру, либо работаете как-то с дикцией, да, может быть, телеведущий, может быть, я знаю, человек, которому необходимо, ну, я не знаю, озвучки книг, фильмов. То есть где необходимо использовать свой голос. То есть вы как будто бы своим голосом, да, своей речью можете своими собственными вибрациями влиять на других людей. Для чего еще вам даны ваши таланты? Для того, чтобы как-то вот не застревать, не застревать в своем развитии. Есть такое ощущение, что вот вы периодически можете полумне скатываться вот в какое-то болото, когда что-то неопределенное, непонятное, да, то есть когда вам что-то непонятно, вы можете использовать свои таланты и находить ответы на свои вопросы. Самостоятельно, может быть, это через какие-то практики, может быть, какие-то воспоминания, да, но здесь не путем интеллекта, здесь мы используем что-то иррациональное. Я не знаю, нейрографика, например, да, либо какие-то годальные системы, неважно на чем это, на песке, на соли, на камешках, не столь важно. Важно, что вот вы не должны как будто бы застревать, да, в своем вот этом болоте. Еще для чего вам даны? То есть для вашего развития, которое вытаскивает вас из вашего болота. Еще для чего вам даны? Для как раз-таки проработки своего собственного эго, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы вы нашли как-то золотую середину в себе. Вот смотрите, мы говорили, в чем ваши силы, да, когда вы находитесь в гармонии. А здесь как раз-таки и говорится о том, что ваши таланты, они и помогут вам находиться вот в этом балансе. То есть с помощью, не знаю, может быть, ваша реальная жизнь, она очень такая для вас деструктивная и сложная. Может быть, общение с людьми вам слишком болезненно дается, потому что у меня ощущение чего-то такого колющего, режущего здесь, да. То есть то, что вам причиняет боль. И вот именно используя свои какие-то таланты, да, вы как-то исцеляетесь, компенсируете, находите золотую середину. Хорошо, смотрим дальше. Как вам необходимо применять ваши таланты, ага, так же, как и в первые позиции. Нет, тут сюда поставлю. У нас выбыл шестерка мечей. Как вам необходимо их применять? Я уточню еще. Не знаю, каким-то таким образом, ну, во-первых, здесь идет воспитательный процесс, да. Почему-то мне хочется сказать воспитательный процесс нового поколения. Не знаю, может быть, здесь воспитатели работают, да, но вы не традиционный воспитатель будете. Ну, то есть не тот, который говорит, там, я не знаю, какие-то точные науки, да. Здесь вот скорее, не знаю, воспитатель, там, я не знаю, по рисованию, по пению, по танцам, по истории, культуре, что-то такое. То есть как вам их необходимо применять? Путем изменений взглядов людей на жизнь. То есть вы как будто бы передаете какую-то истину. Что за истину вы говорите, рассказываете людям о том, как надо жить, да. Вот, причем, знаете, здесь не в плане того, как-то вот по-земному, как надо жить, а вы как будто бы напоминаете немножечко о духовности другим людям. То есть здесь вот как-то что-то мне попахивает чем-то таким, знаете, вот религиозным, какими-то моральными, не знаю, может быть, здесь мне идет энергия такого, знаете, чего-то такого женственного, мягкого. То есть даже если вы мужчина, вы очень мягкий человек по своей натуре. И вот вы как будто бы воспитываете других людей не в плане нотации и в плане чтения морали, а как-то, не знаю, по-особенному. Вот у меня такое ощущение, что если есть дети, как будто бы вы кому-то голову гладите, да, там, не знаю, целуете в затылок и как-то вот как внушение. То есть вы начинаете что-то говорить, как будто бы внушаете, да, что вот все хорошо не в плане, что все хорошо, а в мире все справедливо, да. То есть ты посмотришь, что следующая полоса в твоей жизни, она будет такая. То есть с одной стороны вы как будто бы поддерживаете, а с другой стороны вот вы как-то передаете какие-то моральные правила, что ли, рассказываете. Я не знаю. То есть даже если, например, вы пишете книгу какую-нибудь детскую, да, она не будет вот такая сухая, в ней обязательно будут, я знаю, то ли картинки какие-то такие реалистичные, нарисованные, изображенные, то ли что-то, что заставляет человека как-то вот проникнуться. Вот вы передаете знания таким образом, здесь не то чтобы эмоционально, либо интеллектуально, но вот человек, он как будто бы проникается в ваши слова. Вот вы как будто бы затрагиваете что-то такое настоящее внутри души каждого человека и направляете его. То есть не говорите «сделай это». Ты понимаешь, здесь как будто бы нету грубости, здесь нету жесткости, здесь все как-то мягко и такое ощущение, что вот вам как будто бы нагрубить невозможно, потому что таким людям, хочется сказать, грех грубить, да. И дети это как будто бы, я не знаю, ощущают, чувствуют. Здесь очень мягкая, приятная энергия. Насколько ваши способности раскрыты в данный момент. Ну, вы проживаете момент перерождения, да, то есть сейчас идут какие-то изменения. Да, вы выходите из своего отшельника, да, то есть вы как будто бы нашли то, что вы искали ответы на свои вопросы. Смотрим дальше. Как вам развить ваши способности? Знаете, хочется сказать, что не хватает немножечко огонька и побольше ваших желаний. Возможно, кому-то здесь необходимо либо общение, взаимодействие с детьми, да, либо для кого-то, может быть, рождение здесь ребенка, либо рождение какой-то новой идеи необходимо будет. Я не знаю, с чем связана эта идея. Либо пройти какое-то обучение. То есть о чем здесь речь идет? Да, то, что поможет вам ощутить себя в первую очередь на коне. Ну, то есть если вы были, например, в отшельнике, да, то вам нужно прийти в шестерку жестов. Это человек, который получает полное удовлетворение от реализации своих каких-то желаний. То есть социум его удовлетворяет. А здесь у вас как раз к перерождению. Вы уходите от интровертности и приходите к экстравертности. Вот этот вот момент сейчас, да, он поможет вам каким-то образом раскрыть вам свои способности. Так, используете ли вы свои способности в настоящий момент? Ну, в принципе, мы сказали, что пока еще нет. Но все равно давайте посмотрим. Еще одна двойка кубков у нас тут выпадает. Я бы сказала, в очень близкой, да, в очень близком кругу. По крайней мере, в том кругу людей, которым вы можете доверять и там, где вы можете открыться. То есть это не публично. Это, по крайней мере, не та сфера, на которой вы зарабатываете сейчас. Да, это вот такое ощущение, что знают прям единицы. Очень близкие друзья, по крайней мере. Каким образом вы используете? Ну, в принципе, я уже сказала, но все равно. Каким образом? Да, вот еще один аркан смерти. А вы помогаете людям избавиться от их прошлого. Вот этот вот аркан, да, здесь он сюда. Он сейчас проигрывается у вас, да. То есть даете им некий такой шанс. Показываете. Что за шанс вы показываете людям через разрушение, да. То есть от чего нужно избавиться, что необходимо изменить для того, чтобы вот как-то прийти к балансу, чтобы хорошо. Здесь ощущение, как некий такой целитель. Целитель своими собственными энергиями. Может быть, у вас профессиональная сфера тоже связана каким-то образом с целительством именно на уровне энергетики. То есть если вы и проводите чистки, это не чистки там на свечах, либо, я не знаю, там на энергетическом уровне, нет. Здесь как будто бы вот какая-то у вас энергия такая, знаете, обволакивающая. Она целительная. Травы, вот мне идут какие-то травы. Может быть, масла. Может быть, вот как этот эфирные, эфирные вот эти вот масла. Вот вы используете там, например, запахом, с цветом работаете. Вот здесь вот про такое целительство. Здесь не про целительство руками. Здесь, скорее всего, как-то больше с целительства энергия мне идет. И цветом. Цвет. Здесь даже не про телесные касания. А вот вы как-то напрямую, как будто бы не контактируете с людьми. А вы контактируете с их сознанием. Хорошо. А последний вопрос. Что вы получите, если будете игнорировать свои способности? Двойка кубков еще одна. Смотрите, в этой колоде три двойки кубка. Вот все три, они у вас и выпали. Так, что вы получите? Ну, вы выйдете из своей вот этой вот, своего баланса, к которому вы и стремитесь, да? Из своей какой-то гармонии. Будете более конфликтными, что ли, недоверчивыми еще больше. Вам сложно будет взаимодействовать как-то с людьми, помогать им. Очень долго будете идти на своем пути развития вашей души. Карта упала сейчас. Ага, две. Вот мы их вытащим. Так, шут. И тройка жезлов. Ну, просто у вас путь будет, давайте так скажем, достаточно долгий. То есть, если вы будете использовать свои таланты, да, то, что вам нужно пройти, вы пройдете намного быстрее. Вот, а если не будете использовать, да, то просто путь вам придется пройти дольше. И вот у меня такое ощущение, что это как минимум перейдет в следующее ваше воплощение. То есть, если не в этом воплощении, то в следующем все равно будете использовать свои таланты, свои способности. Вот такая у меня была и вторая позиция. Очень приятная здесь такая хорошая энергия. Какая-то такая родная, что ли, не знаю, теплая. Она мне почему-то ассоциируется с улыбкой. С улыбкой, с чем-то таким теплым и мягким. С нежностью, что ли, с поглаживанием, с какими-то ласками. Вот что-то такое. Так, ну что, переходим в последние позиции, да, к зелененькому камешку, к троечкам. Троечки, давайте посмотрим вас, что нам скажут сегодня карты, какими талантами и способностями вы обладаете. Так, сегодня аркан мира выпал во всех трех позициях. Интересно, выбыло два пажа, да, такие вот детские, детские энергии. Интересно. Ну-ка я уточню аркан мира, потому что я не совсем понимаю, о чем здесь идет речь. Если честно, я вот смотрю на эти карты, да, и мне не идет абсолютно никакая информация. Вот такая пустота, такое чувство, что, я не знаю, как будто бы пелена какая-то на меня спустилась, и я реально не вижу ваших талантов. Возможно, у вас такое восприятие себя, что у меня нет талантов. Либо то, что я знаю, это вот прям настолько мелко, настолько прям вот в каких-то зачатках, да, что еще нужно как-то вот развивать и развивать и развивать. А возможно, здесь появились, как только недавно раскрылись, да, какие-то таланты. Только недавно раскрылись у вас какие-то способности. Я, скорее всего, склоняюсь к этому, да, потому что аркан мира говорит о завершении начала чего-то нового. У нас здесь выпадает пажи, как показатель тоже чего-то нового. То есть что-то новое у вас еще и королев жезлов. Что-то новое у вас сейчас раскрывается. И вы пока четко еще для себя не определили, что это. Что же у вас такого сейчас раскрывается. Ага, башня здесь была. И вот еще один паж, да, паж жезлов. Очень-очень интересно. Здесь, скорее всего, пока не способность какая-то, а идет зачистка, идет, идут какие-то изменения в вашем теле, как минимум. Как будто бы идет какая-то трансформация. Не знаю, может быть, прошли какую-то инициацию. И полностью еще здесь не раскрылись. Либо наоборот, должны произойти какие-то резкие внезапные изменения, не знаю, какие-то потрясения, какие-то, какая-то встряска должна быть. Сотрясение какое-то, разрушение. Что-то, что, вот как извержение вулкана, да, что прорвет вас и покажет вам ваши способности. Но однозначно вы тот человек, который сейчас идет с открытыми глазами по жизни, да. То есть вы как будто бы заново сейчас научаете жить. Очень неуверенный в своих первых движениях, да. Но есть у вас интерес. Могу сказать, что вы очень внимательный человек, да. Вы умеете запоминать необходимые вам вещи, вот, и в нужный момент их выдавать. Также, знаете, вот человек, который может подстроиться под других людей, да. Человек, которому, знаете, вот пажи говорят о том, что вы познаете мир. У нас получается, пажезлов вы познаете мир через собственные желания, через, возможно, сексуальность, через какие-то идеи, да, желания, амбиции. По пажу педакли мы получаем познание этого мира через прояснение каких-то ценностей, да, что важно, что не важно, что значимо. По пажу кубков мы понимаем свой эмоциональный мир. Здесь только мечей не хватает, и он, в принципе, вам не совсем и нужен, этот паж мечей. Вот, потому что сейчас я не могу сказать, что есть вот какой-то конкретный талант, который я могла бы описать. Но вот что-то такое внезапное, что произойдет, случится, да, что даст вам вот этот вот шанс и откроет вам врата, если вы, вот, к вашим способностям, если вы не будете хитрить, да, как обычно. Если не будете хитрить и не будете находиться вот в какой-то такой умеренности, в успокоении, в бездействии. Вот, а наоборот, начнете двигаться. Может быть, вам сейчас и не показывают как раз-таки ваши таланты. Интересно, интересно. Ну вот так пока. Ладно, пусть будет так. Смотрим дальше. А в чем же ваша сила? Если вам таланты еще не показали, в чем ваша сила? А у вас очень сильная интуиция. Даже, знаете, это, скорее всего, не интуиция. Не знаю, как это правильно называется. Здесь вот как будто бы предчувствие. Вот вы очень хорошо можете чувствовать, как барометр какой-то, я не знаю, может, умеете чувствовать погоду. То есть четко понимаете, какая будет погода. То есть даже если на улице там солнце, а у вас есть какие-то свои показательные внутренние, на внутреннем уровне, что вот, например, будет дождь, да, либо резкое похолодание. Вы про это вот говорите. Также ваша сила здесь в том, что вот вы первые умеете идти на примирение. Вам это дается достаточно сложно, но если для вас это важно, да, то вы умеете делать первый шаг к примирению. Почему? Потому что вот от этого примирения как будто бы зависит достижение вашего желания. Вы умеете, знаете, понимаете, ваша сила во лжи, в иллюзиях с хорошей точки зрения. Это не то, что вы умеете обманывать, а вы наоборот. Вы очень четко чувствуете и понимаете, когда вам кто-то обманывает. Вы понимаете любую иллюзию, любую, вы знаете, какой-то фальшь, лицемерие. Вы это очень четко можете выслеживать в взаимоотношениях с другими людьми. Здесь такое ощущение, что вот это вот по башне, да, какая-то разрушительная сила, которая присутствует внутри вас, она как будто бы помогает вам, да, то есть она идет здесь вспомогающая у меня. Вы умеете вскрывать какие-то самоманы людей, да, и указывать им на это, и показывать. Да, это будет неприятно, но... Вот вы как будто бы умеете еще, знаете, говорить правду, но она какая-то вот, не знаю, с одной стороны, она болезненная, а с другой стороны, если это каким-то образом связано с вашей клиентской базой, да, то есть люди к вам приходят. Здесь так это интересно, да, то есть, не знаю, вы можете что-то резко так сказать, и, возможно, и ранить человека, но по каким-то причинам он все равно приходит, да, то есть он, допустим, знает, что будет жестко, что будет как-то болезненно, но где-то в глубине своей души он понимает, что вы скажете правду, и ему эта правда нужна, хотя он не совсем и полностью готов. Как будто тот человек, который не умеет лгать. Вы не умеете лгать другим людям, да, но при этом вы очень хорошо умеете заниматься самообманом, но вы это осознаете. То есть вот как-то так интересно, если вы немножечко сядете и подумаете, да, то вы умеете видеть свои вторичные выгоды, и почему вы не делаете что-то. То есть там, где вы как-то себя обманываете. Обманываете. Поэтому ваша сила, она тогда, когда нету обмана. Ваша сила в том, когда ситуация четкая, ясная, понятная. Но при этом вот ваша природа, она как будто бы темная. Может быть сейчас то, что я говорю, это не совсем приятно, но в мире, в балансе все должно быть, да, то есть должны быть там, я не знаю, люди, которые понимают очень хорошо темную энергию, а есть люди, которые, я не знаю, вот как вторая позиция, по природе своей они светлые. А вот у вас как будто бы природа, она темная. Это не значит обязательно, что это вот прям плохо, да. Просто есть люди, которые должны быть, они неплохие, они просто очень хорошо понимают материю, вот так скажу, чтобы никого не обидеть и никого уронять, чтобы вы поняли смысл того, что я говорю. Хотя, если кто-то здесь работает, ну, как практик, да, то это те люди, которые, например, не знаю, занимаются чистками от паразитов, да, либо, ну, в общем, работают с нечистью, да, то есть для того, чтобы с этим работать, да, у вас должна быть природа созвучная этому, чтобы вы понимали, как это устроено. Для того, чтобы работать с этим. Либо здесь что-то, что связано с бессознательным, но в темном аспекте. Мне не идет здесь что-то такое светлое. Но это хорошо, это вот как будто бы во благо другим, да, то есть и такие люди, они и должны быть. Может быть, когда вы находитесь, да, по Луне в какой-то, не знаю, непонятной ситуации, возможно быть, как-то вот в агрессии, да, вот в этом вы как-то находитесь в свою силу. Очень интересно. Хорошо, давайте идем дальше. Для чего вам даны таланты, но сказали, что мы их не раскрыли. Ваша сила для чего дана? Для того, чтобы вы научились как-то ее заземлять. Все, я поняла. А знаете, что вы делаете? Вы начинаете общаться с людьми, и вы являетесь неким таким фильтром, который берет на себя всю негативную энергию. Вы ее через себя пропускаете. То есть такое ощущение, что другой человек не сможет справиться с этой темной силой, потому что у него нет резонанса с этим, да. А у вас есть, и вы как будто бы впитываете вот этот вот негатив через себя, да, как фильтр пропускаете, и вы даете что-то такое чистое. Здесь вот как фильтр вы становитесь, да, то есть вы именно притягиваете какие-то трудности, сложности, вот это вот непонятки какие-то, неопределенности, что-то такое лунное, мутное. Может быть, людей, которые не могут определиться по жизни, что и как. Вот и поговорив с вами, да, у человека, например, приходит некое такое прояснение. Либо наоборот, человек к вам приходит и говорит, я не вижу, я в ступоре, я не вижу никакой выход из ситуации, да, это тоже помутнение, условно говоря, рассудка, это тоже темная сторона, лунная сторона. А вам это понятно, да, то есть поговорив с этим человеком, вы берете на себя как будто бы, это образно говоря, да, вы берете на себя вот это вот лунное непонятное состояние и проясняете его, да, говорите человеку, что скрыто, как скрыто. Здесь вот что-то такое, потому что помимо луны у вас выпадает двойка кубков, то есть вы, в этом есть ваша сила, как-то, знаете, гармонизировать другого человека. Но приходят к вам люди, ну, я не знаю, с не очень чистыми намерениями, не по отношению к вам, а вообще по жизни люди, которые идут, не знаю, хочется сказать, может быть, это вот какой-то воровской какой-то мир, да, либо вы воспитывались, не знаю, в такой семье, где были очень низкие вибрации, там, алкоголь, наркотики, все такое, либо вот вы как-то помогаете. То есть здесь низковибрационные какие-то энергии, они вам знакомы, и люди к вам приходят для какого-то очищения, да, и для того, чтобы потом найти баланс себе. Здесь вот лекари идут, да, не целители, а лекари именно. Так, а как вам необходимо применять ваши таланты, то, что я говорила? Сегодня они и те же карты выпадают. Вот почему я не люблю в колоде, да, когда я собираю карты, потому что получается как продолжение от первой позиции к третьей. И тут повторные карты, я их не очень люблю. Так, какой вопрос? Вот сегодня я вообще какая-то расфокусированная. Так, как вам необходимо, да, применять, да, вот этот вопрос был? Знаете, первично вам нужно показывать людям как будто бы такую манящую цель, да, то, что вы как будто бы можете ему дать, потом показать, что для того, чтобы к этому прийти, да, вам необходима трансформация, то есть вам нужны изменения, а потом показать, каким образом эти изменения будут проходить. Здесь у меня такое ощущение, что вот показывают как будто бы профессиональную вашу сферу. То есть вам не сразу нужно говорить, что вот вам нужно пройти вот этот, вот этот этап, да, вот это надо сделать, нет, первично вам нужно создать вот эту вот благостную картину, в которой человек бы захотел. То есть вот этот вот образ, к чему он будет стремиться. То есть сначала позитив, да, потом для того, чтобы быть таким, вам нужно измениться, то есть нужно показать человеку, что вам нужно измениться, чтобы человек это осознал. Только после этого вам показать, показывать человеку шаги, да, что для этого нужно. Насколько ваши способности раскрыты в данный момент? Нет, пока еще нет, пока они находятся в таком, знаете, в сомнительном. То есть вы пока еще четко не понимаете, не осознаете. Ну у нас только позже вышло, да, то, что я говорила в самом начале, что пока вы не видите своих способностей, не совсем их понимаете. Если должна произойти какая-то внезапная ситуация, которая вам покажет ваши способности. Как вам их развить? Ну давайте посмотрим. Через какие-то тайные знания, да, вот верховная жрица у нас здесь выпала. Через какие-то тайные знания. Возможно, через некие инициации, да, через эзотерику, возможно. У нас есть парапсихология и есть, скорее как это правильное слово, парамедицина, да. То есть не основная медицина, а, ну если есть такое слово, да, то есть неофициальная, так скажем, нетрадиционная медицина, да, то есть нетрадиционное какое-то лечение. Потому что у вас подходы, они не совсем традиционные. И как еще можно через интуицию, да, непосредственно через то, что... Но здесь без работы высших сил, да, здесь не нужны ни низшие, ни высшие. Нет, здесь вам нужно как-то распаковать в себе эти знания, они у вас уже есть. Вам нужно найти ключик к этим знаниям. Что может послужить для вас этим ключиком? Здесь долгое время вы проходите, здесь не говорят конкретно каким образом, но здесь говорят о том, что вы долгое время проходите какой-то путь, вот. Вот, и если на этом пути вы будете стойкими, да, невзирая на какие-то трудности, сложности, то вам этот ключик покажут. Причем ключ покажут через материальный мир, да, может быть через деньги. Через что вам покажут? У меня такое чувство, что, знаете, когда вы достигнете того этапа, когда будете удовлетворены всем своей жизнью, вот тогда это и произойдет. Потому что шестерка жезлов говорит о победе от человека, который удовлетворен внешним, да, социальным своим кругом. Здесь не хотят говорить конкретно. Давайте я еще спрошу, мне же интересно, да, как развить. К вам придет как будто бы какая-то идея, через какую-то идею, через какое-то желание, но вам важно будет здесь не закрываться. Либо то, от чего вы закрываетесь, да. Вот, здесь возможно у вас есть это ощущение, да, поэтому четко не показывают, что вы как будто бы знаете, каким образом это нужно сделать. Но вы как будто бы закрываетесь от своих, от этого таланта. И еще не приняли решение. Может быть здесь, а у вас есть готовность? Давайте так, потому что мне кажется, что и готовности нет. Нет, пока нету готовности. Видите, пока нет готовности, поэтому вам и не показывают, каким образом вам раскрыть. Потому что здесь, знаете, не из простых талантов и не из простых способностей, да. Здесь ощущение, как вот, не знаю, люди какие-то чистильщики. Вот. Как будто бы решиться на это не так-то просто, да. Вы как будто бы еще пока не готовы. Ну, все равно тогда давайте все-таки просто посмотрим, используете вы свои таланты в настоящее, способности и таланты в настоящее время, хотя бы неосознанно. Так, осознанно нет, но вот неосознанно. Может быть вы используете в работе, да. Это может быть в работе, либо это может быть в вашей рутинной бытовой жизни. Аркан вселенной. Это может быть тогда, когда вы создаете что-то, чего вы очень хотите. Либо когда входите в какой-то поток, когда вы понимаете, что энергии сменяются, да. Черное, белое, черное, белое. Здесь вы как-то на интуитивном уровне. Вы понимаете, здесь не про то, что жизнь она как зебра, черно-белые полосы. А вот вы понимаете, что сейчас как будто бы такое, знаете, состояние, когда я иду на расширение, да. То есть это вдох. Либо наоборот, когда выдох, когда нужно замереть. Вот вы как-то понимаете, это как-то вот, не знаю, на интуитивном уровне. Поэтому я говорю неосознанно, но вы точно владелете, используете свои таланты. Когда идет вот какое-то завершение, да, когда надо чего-то очиститься, когда нужно поставить точку. Когда вы дошли до какого-то своего предела. То есть понимаете, бывают такие моменты, вот когда как-то терпишь, 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 потом гоп и взорвался. И вот в этот момент, да, вот вы как будто бы не контролируете. Включается ваше иррациональное. Вы не контролируете себя. И у вас вот начинают работать ваши инстинкты. И вот в этот момент, может, как-то вы себя ведете таким образом, когда ваши способности проявляются. Либо когда вас свыше ведут. Ну, вы однозначно не осознаете свои таланты. А нужно ли вам осознать? Потому что у меня такое ощущение, что может быть вам и не нужно. То есть как-то вот вы просто выполняете какую-то задачу свыше, которая вам дается. И если бы вы это осознавали, вы бы как будто бы вообще ничего не делали. Как-то соскочили бы со своей задачи. А тут вы не осознаете и не мешаете, как будто бы этим процессом происходить. А нужно ли вам осознавать? Осознавать. Ну, не сейчас. Не сейчас. Еще, еще, еще рано. Да, потому что потом вы как-то вот зависнете, да, будете как-то зависимы. Как-то зависимы. Вы можете испугаться очень сильно. Вот. Поэтому неосознанно используйте. Но здесь еще такой вопрос есть, а каким образом? Что-то я вперед паровозу, да, сегодня вопросы. Потому что впереди, ну, просто расклад сам он так показывает. Ладно, давайте спросим, каким образом? Каким образом? Мы сказали неосознанно. Ну, каким образом вы используете? Через иерофанта. Это могут быть знания. Это могут быть как-то, я не знаю, религиозные какие-то направления, да. Это может быть, знаете, как-то состояние любви, что ли. Еще каким образом? Через коммуникацию. Через общение. Через то, как вы о себе заявляете в социуме. Через то, когда вы понимаете, что, возможно, человек находится в какой-то вот своей привычной зоне, да, и не готов двигаться дальше. И вот вы, как бы, для него становитесь вот этой разрушающей силой, что ли. Через визуализацию, может быть, через фантазии, да, через представление, через астральный план. Неосознанно. Вы знаете, может быть, вы, когда медитируете, тоже такое может быть через медитацию. То есть, когда вы не осознаете, когда вас ведут однозначно. Что вы получите, если будете игнорировать свои способности? Ну, в принципе, вы сейчас так и поступаете. То есть, что будет, если так будет продолжаться? Аркан на справедливости. А все будет по справедливости. Не переживайте, ничего плохого не будет. У четверка Жезлов говорит, что как было стабильно и хорошо, так будет и дальше. В какой-то момент, может быть, немножечко разочаруетесь, да, и захотите что-то изменить. Но вот вы будете не уверены в этом. И встанете перед выбором. Вы как будто бы, знаете, тот человек, который вроде бы и колется, и хочется, и мама не велит. И вот до тех пор, пока вы как будто бы 100% не будете уверены, вам это не будут давать. Вам нужно осознанно выбрать этот путь. Да, потому что в этом пути есть очень много лишений. Здесь не всем как будто бы эти способности нужны, потому что Королева Мечей говорит о некой такой жесткости, о некой холодности, расчетливости, проницательности. Здесь такой особый, хочется сказать, дар. Поэтому, что вы получите, если будете игнорировать? Плохого ничего не будет, однозначно. Но внутри вас будет вот это вот все время какой-то внутренний голосок вызывать сомнения. А что было бы, если бы я все-таки как-то выбрала это, да? То есть, мне хочется сказать, а что будет, если вы выберете? Трудности будут, сложности, сложности, конкуренция. Ну, видите, я же говорю, не очень легкий путь. Не очень легкий путь. Все как будто бы будет замедляться, не будет быстрого развития. Да, вы идете в отшельничество. Здесь не для всех этот путь. Да, будет разбитое сердце. Сложный путь. Сложный, видите, выпадают негативные карты. Это не говорит о том, что этот путь не надо выбирать. Просто, знаете, есть путь, который выбирают, не знаю, сильные какие-то души, потому что он наполнен трудностями. Безусловно, с точки зрения развития души, да, вот это вот, там, где очень много боли, очень много страданий, это во благо душе, да? Потому что она очень многому научается через это. Но, с другой стороны, не все могут, люди, да, вытерпеть это, да? Поэтому здесь вас как будто бы и не заставляет. Поэтому вам говорят, что даже если вы не примете этот дар, все равно вы так или иначе его используете неосознанно. Не зря говорят, меньше знаешь, лучше спишь. Вот здесь как раз-таки про это, да? То есть пока вы спите, все, что необходимо, оно случается. Ну, то есть вы так или иначе это делаете. Но если вы осознаете, да, то вам будет страшно. И вот из-за этих, скорее всего, страхов ваш путь будет непростой. А мне очень напоминает, знаете, путь людей, занимающихся колдовством, да, либо занимающихся, я не знаю, ведьмовством каким-то, да. То есть не то, что эти люди, они не заслуживают счастья. Просто у них задача служить другим людям, да. Когда ты служишь другим людям, тебя вот как будто бы по аркану повешено, ты лишаешься своей личной жизни. Это не всегда так, но нужно найти гармонию, чтобы сочетать личную жизнь. И вот этот путь. А поскольку вам нужно быть сфокусированным на этом пути, да, не случайно у всех магов, да, осознанно отказывались от семьи. Это был их выбор. Почему? Потому что они полностью должны быть сконцентрированы на своей вот этой вот задаче, сфокусированы. А семья – это всегда самое ценное, это всегда было уязвимым местом. И вот по семье легче было согнуть, либо сломать душу того или иного мага. Поэтому осознанно они отказывались не потому, что им кто-то запрещал, потому что от магии отказаться, ну, невозможно, да, если в этом заключается задача твоей души, ей нужно пройти этот мистический путь. Поэтому как-то так. Очень интересно, да, мне кажется, на мой взгляд, сегодня был этот расклад. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Не забывайте ставить лайки для канала, это важно. А я прощаюсь с вами до следующей недели и новых раскладов. Всем пока-пока.